Мы бы хотели действительно показать уникальные, интересные истории в доступном и привлекательном формате и для молодежи, так и для старшего поколения, для того, чтобы они смогли познакомиться с нашим городом, оценить его по-новой и понять его ценность и уникальность, то есть что отличает Уфу от многих других городов. Совсем скоро у уфимцев и гостей города не возникнет вопросов, что посмотреть в Уфе и куда пойти гулять. Студенты и преподаватели Уфимского нефтяного университета разрабатывают гид-ассистент «Городские легенды» – приложение с экскурсиями по городу, благодаря которому каждый сможет узнать об истории и культуре столицы Башкирии. Я с 2011 года занимаюсь экскурсиями. У меня есть несколько коллег, хороших друзей, которые также занимаются экскурсиями и являются экскурсоводами. И один из главных стереотипов, с которым мы уже, можно сказать, 10 лет сражаемся, о том, что, а что в Уфе посмотреть, в Уфе посмотреть нечего. На самом деле за 4 с лишним века Уфа накопила потрясающую историю, непохожую на многие другие города. И мы, как экскурсоводы, в личном контакте очень часто не только с приезжими туристами это доказывают, но даже иногда с местными жителями. Осенью прошлого года команда «Нефтяного» подала заявку на конкурс «Ростуризма» и выиграла грант в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Приложение включит в себя каталог из 50 экскурсий, 20 из них – аудио- и видеомаршруты с дополненной реальностью. Через разные форматы контента разработчики хотят по-новому показать, как известные уфимские объекты, так и познакомить с неизведанными уголками каждого района столицы. Где бы вы ни находились, в любой точке города открываете приложение, сразу видите, какие есть интересные и достопримечательные объекты рядом с вами. Приложение со временем начинает учиться, понимать, что вас больше всего интересует, именно персонализированная выдача дает вам те направления, те объекты, которые вам могли быть интересны. И предлагает какие-то маршруты, которые находятся рядом с вами, соответствующие темам ваших интересов. Как заместитель задачи кафеды, основная цель, так скажем, участия – это вовлечение студентов в реальный проект, показать им, что туризм – это не только создание туристических продуктов и их продажи, это не только туристические агентства, но это создание, так скажем, современных инструментов, мобильных, цифровых технологий в сфере туристической деятельности. Преподаватели уверяют, что студентов не принуждают к созданию мобильного гида. Все по любви к родному городу. Одни занимаются проектированием его части, которая войдет в дипломную работу, а другие присоединились к команде в рамках практики. Участвовать в проекте меня пригласила мой преподаватель Ольга Айбулатовна, она рассказала мне о нем, и меня это очень заинтересовало, потому что мне очень нравится УФА, очень люблю УФУ. Я подумала, что хочется рассказать как можно большему количеству людей о каких-то интересных зданиях, о культурных достопримечательностях. Я изучаю различные информационные источники, читаю историю и пишу непосредственно сам текст, который будет понятен и интересен для любого человека. Это будет тема моего диплома, и мне показалось, что это было бы очень интересно, то, что мой диплом будет не просто лежать где-то на полке, а его воплотят в жизнь. Мы будем внедрять различные квесты в приложение и геймифицировать, то есть добавлять различные игры и так далее, чтобы разнообразить экскурсии и вообще само использование приложения. В маршруте будут разнообразные вопросы, за которые в дальнейшем человек будет получать баллы и повышать свой уровень. Для человека, который только открывает приложение, то есть у него нулевой уровень, в дальнейшем, когда он будет чаще использовать приложение, и чем больше он будет посещать наши экскурсии, тем выше будет становиться его уровень. Работает уфимская команда с ноября прошлого года. Гид-ассистент должен быть сдан уже в июле 2021-го, но из-за задержки финансирования по гранту сроки сдвигаются. Однако Ольга Хайрединова заверяет, что до конца года приложение точно появится в смартфонах людей, которые смогут увидеть Уфу с новой стороны и познакомиться с городом с почти полувековой историей. Эльна Рахасанова, Игорь Яковлев, Телеканал ЮТВ